Всем привет, с вами Евгений Соловьев Диму вам представлять, я думаю, не нужно потому что вот там сзади стоит и сине-черный Суперб, который Дима покупал, ну, как мы понимаем, он пресс-парковый все-таки в итоге, вот и откатал на нем уже 50 тысяч километров, вернее 50 тысяч это пробег автомобиля а Диминах чуть меньше 40 из них получается и ездил от самого севера от минус 35 до самого юга там, наверное, те же плюс 35 плюс 35, да, 70 градусов разброса с разбросом 70 градусов, да и Диме есть чем с вами поделиться, рассказать про эксплуатацию автомобиля, поэтому не буду больше мешать, дам ему слово ну погнали у нас вообще скажем так, эксплуатация действительно была очень разнообразная и первая такая большая серьезная поездка была в Хибины, в горы покататься на лыжах на новогодние праздники и это было действительно такое достаточно суровое эксплуатирование автомобиля при температурах действительно там до минус 35 градусов и были определенные такие переживания перед поездкой вот, но в итоге все получилось очень неплохо остался доволен переживать, в принципе, здесь особо не за что стоит немножко контролировать работу датчиков а вообще сам автомобиль повел себя очень и очень неплохо и как ни странно даже в каких-то таких снежных местах поверьте, в Кировске там снежных мест достаточно и снега там наваливает совсем не столько сколько в Питере тем не менее, везде пробирался и не было каких-то проблем что не мог где-то проехать вполне уверенно, машина гребет а что ты имеешь в виду под датчиками? а по датчикам я имею в виду датчики все которые дальнего света круиз-контроля все, что у нас расположено спереди и в лобовом стекле у меня был момент, когда лобовое стекло на скорости при, собственно, сильно минусовой температуре замерзало и машина весело выдавала уведомления то, что здравствуйте больше у вас нет ни круиз-контроля ни датчика дальнего света и ни хрена у вас больше не работает поэтому не стоит пренебрегать обогревом лобового стекла просто на постоянку и у нас была даже такая небольшая игра когда кто первый заметит, что обогрев выключился надо было его включить только тогда все работало стабильно это единственный, наверное, такой вот нюанс который у нас при минусовой поездке доставил какое-то неудобство а вообще, конечно, по трассе идет отлично запас мощности хватает в этом плане все комфортно и тоже я помню, как-то мы в прошлом видео говорил что не стоит пренебрегать светом и еще раз повторюсь хорошие фары, конечно, для дальних поездок это очень-очень важная история и когда мы ехали в Кировск там 70% времени мы ехали просто в кромешной тьме то есть неосвещенная трасса и с хорошим светом чувствуешь себя значительно комфортнее, увереннее, безопаснее и вот это, конечно, штука хорошая для всех, кто не в тьме я напомню, что у Димы 2 литра цикл Миллера и, соответственно, DSG DQ 381 да, да, да и вот эта вот парочка, конечно, тоже прибавляет уверенности любые там обгоны на скорости 100-110, может где-то там чуть побольше очень хорошо набирает скорость и прям комфортно еще хочется отметить, на самом деле, работу подвески на трассе и вот настолько ты себя спокойно, уверенно чувствуешь очень хорошо держи ты в поворотах и в каких-то вот таких, может быть, неровностях прям, прям очень хорошо напомню, у тебя DCC есть? да, да, да у меня адаптивная подвеска то есть можно там выставлять режимы но я, честно говоря, в основном по трассе еду в обычном то есть спорт не включая потому что спорт слишком дерганый становится он прям тебе все передает конечно, ты комфортно себя чувствуешь в плане управляемости но не очень комфортно в плане того, как трясутся твои внутренние органы на каждых кочках вот, а при этом, если комфорт то он на большой скорости уже становится чуть такой избыточно валкий, скажем так он раскачивает просто да, он раскачивает сильнее вот эти вот лишние колебания не всегда нужны поэтому на самом деле 80-85% времени эксплуатирую в обычном режиме, в стандартном и как бы никаких там дополнительных моментов не требуется друзья, у меня отличные новости у этого выпуска есть спонсор и вы его уже знаете это компания STP Install которая занимается шумоизоляцией автомобилей и я прямо сейчас еду в Superbi Dragon Skin на котором я отмотал в Москве не одну сотню километров и потом его купил Виктор в Питере и помните, мы у него брали интервью делали на него обзор и как только я сел в эту машину я сразу же впечатлился потому что она стала несравнимо тише Superbi сам по себе достаточно шумный автомобиль я всегда это говорил и вот сейчас мы едем уже на летний резинь то ехали на липучке этот вау-эффект стал немножечко поменьше но он все равно присутствует и ребята с STP Install, чтобы я не был голословным они делали замеры уровня шума до шумоизоляции и после шумоизоляции и вот вам, пожалуйста, график как видите, машина становится тише примерно на 30% при полной шумоизоляции автомобиля свою машину я шумил не полностью я делал шумоизоляцию арок и дверей и в конечном итоге я также испытал вау-эффект от того, как начала играть музыка потому что играть она стала принципиально по-новому поэтому если вы хотите открыть свой автомобиль с новой стороны если хотите повысить значительно уровень комфорта и просто кайфануть то, пожалуйста, STP Install единственный фирменный сервис компании STP кстати говоря, до конца лета действует акция если вы закажете полную шумоизоляцию автомобиля то по промокоду ARK вы сможете получить шумоизоляцию ARK стоимостью 25 тысяч рублей в подарок компания STP Install есть в Питере и Москве все контакты я оставляю в описании ну а мы продолжаем по поводу режимов недавно тут попробовал режим эко был такой момент, что мы ехали тоже за город и понимали, что до ближайшей заправки вот прямо приезжаем в притирку то есть я вижу, у меня там запасы по ходу типа там 50 километров до заправки 70 то есть я понимаю, что когда будет нолик там еще что-то останется но уже так немножко переживательно вот, и я включил режим суперэкономии скорость 110 эко режим ну и вот получается было запас 50 до заправки 70 когда мы приехали к заправке осталось бензин еще на 20 километров я конечно понимаю, что скорее всего я каким-то образом там чуть обманул этот счетчик потому что я резко изменил стиль езды вместо, да, там таких бодрых каких-то обгонов всего остального начал ехать суперэкономично но в общем режим эко это прямо вот такая штука действительно можно очень и очень мало бензина расходовать ну слушай, кстати говоря если кто не в курсе то самый экономичный режим у нас когда ездишь километров 90 в час потому что аэродинамика еще работает совершенно другому ну 90 совсем тоскливо 110 в принципе нормально вот, но с точки зрения расхода на самом деле тоже я небольшие свои такие наблюдения делал ну во-первых сейчас но у меня как цикл получается наверное где-то процентов 60 это трасса процентов 40 это город то есть я живу за городом ну и вот последние 2500 километров у меня расход был ну не было сейчас расход 8,4 вот, но надо признать что я езжу довольно бодро то есть я как-то не экономлю постоянно то на работу надо побыстрее то куда-то навстречу надо побыстрее то есть как бы гашетку я притапливаю так это изрядно вот, соответственно расход 8,4 а когда мы ездили кстати в Дагестан и накатали почти 6,5 тысяч километров тоже по разным дорогам и по горному серпантину ну безусловно большая часть по трассе там у меня получился расход 7,9 на сотню но ехали мы довольно бодро то есть это не был эко режим 110 километров в час вот, это по поводу расходов и еще кстати лью сотый бензин на постоянку и как сотому по дороге в Дагестан? кстати по поводу сотого по дороге в Дагестан вся поездка на сотом то есть вот вся Россия везде есть ну я заправляюсь на лукойле соответственно и везде был лукойл только в самом Дагестане но там отдельная приколюха с заправками там люксойл, луккойл, руснефть там такой вообще классный заменитель всего но тоже там нашел я какую-то более-менее цветастую такую симпатичную заправку это был какой-то повторитель Газпрома он назывался как-то там газ-з-нефть я уж не помню то есть там такие вывески это отдельный вид искусства но тоже все на сотом бензине и нигде ничего не кашляло, не чихало то есть качество бензина вроде как тоже вполне приличное но не знаю тут много кто спорит да, там есть ли он кто-то говорит вообще сотый бензин это миф его не существует его там не заводят существует только 95-й я разговаривал с экспертом все нормально сотый есть вот ну собственно лью сотку едет хорошо не жалуюсь стараюсь машинку беречь все-таки двигатель такой высокотехнологичный современный мне кажется что стоит за ним поухаживать эти лишние там тысячу рублей в месяц наверное не экономить давай самый животрепещущий вопрос какое масло заливаешь ой, слушай вот по поводу масла лью то, что льют ребята в автосалоне честно говоря даже не знаю какие они там вот эти вот маркировки сколько там 0V чего-то там я вот в этом плане так глубоко не лезу я стараюсь слишком уж фанатично не нагружать себя лишней информацией вот на ТОшке делаю раз в семь с половиной тысяч то есть в два раза два раза чаще чем необходимо как обычно там фильтра все остальное вот а вообще кстати по поводу того что я делал на машине то есть в принципе 50 тысяч это уже хоть никакой но тем не менее пробег вот и менял лобовое стекло но это претензия не к машине это претензия к большому количеству трассы то есть схлопотал там хорошенький такой камушек но тоже на дилере все поменяли все сделали благо каска есть потому что так конечно поменять лобовое стекло я делал это еще до вот этих вот всех наших февральских событий это было 60 тысяч рублей это ну собственно оно да такое со всеми возможными наворотами датчиками там всем остальным вот ну собственно мне это обошлось только в франшизу по каске вот поэтому вот такая вот циферка есть 60 тысяч стоит лоб вот потом ну кроме стандартных техобслуживаний один раз у меня была небольшая какая-то скрипучка жучок которая меня сильно бесила казалось что это просто под подлокотником сзади вот где у пассажиров там все эти воздухозаборники где вот что-то там отошло вот ребята подтянули на диллере все нормально скрипеть перестало вот потому что конечно такие иногда жучки подбешивают немного скрипит заднее стекло особенно в морозную погоду то есть я не знаю может быть это лед где-то так намерзает но иногда на кочках когда начинает шевелиться слышишь как сзади у тебя какие-то лишние скрипы появляются то есть в этом плане конечно как мы тогда говорили что шумоизоляция в супербии какие-то звуки они иногда доставляют неудобства но вот такие моменты есть и есть еще одна любопытная проблемка которая тоже как мне сказали стандартная болячка и тигуанов и супербов это скажем так изменение зон обдува в климат-контроле то есть ты когда садишься в машину машину заводишь у тебя автоматический климат работает и он начинает двигать вот эти вот внутри заслонки воздухозаборников и при этом совершенно прекрасный звук такое что-то между хрустом скрипом благородный звук как говорят что нужно смазать ну для того чтобы смазать нужно просто снять разобрать торпеду вот стоит это 20 тысяч рублей ориентировочно 20-25 как мне сказали я решил что да мешает в принципе не очень сильно на 25 тысяч пожалуй эта история не наработала вот но такая штука есть есть какие-то умельцы я видел которые там какой-то трубочкой умело через саму вот эту историю забираются внутрь все там видимо заливают каким-нибудь ввд-40 или еще чем-то вот но как мне и на дилере сказали что такими историями лучше не заниматься и конечно если есть какое-нибудь хирургическое оборудование ты с камерой там можешь прям четко что-то где-то куда-то может быть можно но вообще как бы разобрать торпеду там все смазать ну и какое-то время это будет держаться то есть вот такая болячка есть ну и еще из такого из негатива раз мы тут пытаемся какие-то все-таки косяки искать скрипят зеркала каждый раз при складывании и раскладывании но от этого это лечить бесполезно сколько раз я смазывал разбирал полгода и опять все то же самое вот я думаю конечно уже сейчас психану наверное туда в ВД куда-нибудь вот прямо вот сюда тебе не поможет надо снимать пластмассу и там ну так расковыриваешься такие вот легкие нюансы скрипучей телеги все-таки появляются в этом автомобиле но вот в принципе наверное все больше тут ничего не сочинить но есть какие-то мелкие эксплуатационные вещи типа там сколов каких-то таких вещей то есть это все появляется но у меня в принципе все в пленку затянуто основные какие-то вещи все приходятся на пленку тут я сильно не переживаю ну а так в принципе и все теперь у меня получается такое немножко уже более взвешенное скажем так мнение в отличие от того первого видео когда просто только-только купленная машина вот такие вот шары типа да вообще все офигенно все здорово вот сейчас уже проехав 40 тысяч километров и опять же с севера на юг с минус 35 в плюс 35 и по трассе и по городу и в разных совершенно обстоятельствах могу сказать что прям прям очень доволен и недавно тут смотрел тоже лада веста в полном фарше 2650 думаю так вот это 300 было лада веста как я удачно блин купил машину что дальше планируешь слушай да дальше пока ничего не планирую дальше планирую как нибудь уберечь уберечь то что есть потому что ну куда сейчас деваться некуда машин то нету то есть тут можно можно планировать все что угодно но пока пока я думаю что никуда дергаться не буду и как минимум ну не знаю я думаю до сотни то он должен добегать вообще уверенно 100 тысяч километров пробега то есть вот еще в таком режиме когда кроме масла и в принципе ничего не меняешь а ждет меня вот замена задних тормозных колодок кстати тоже небольшое для меня открытие задние изнашиваются быстрее автохолд да я автохолдом перестал пользоваться но как опять же помимо автохолда там есть еще нюанс что все вещи типа адаптивного круиза и всего остального они говорят что он тормозит задом и вот у меня ну вот как мне в дилере объяснили очень странно вот то есть у меня на задних тормозных колодках осталось 3 миллиметра то есть грубо говоря там через 3-4-5 тысяч пробега уже стоит поменять на передних только половина то есть ну вот как-то так я еще задние вообще не трогал передние я менял и с дисками уже задние пока у меня еще доживают ну вот вот ждут меня задние в ближайшее время и думаю что наверное тысячах где-нибудь на 60-70 надо бы маслица в коробке поменять то есть тут тоже много спорных моментов кто-то говорит надо кто-то говорит не надо но я все-таки да считаю что стоит ну и тоже если там про деньги вспоминать ну вот в среднем это там двадцатка плюс-минус это тормозные колодки задние с работами со всем остальным ну и замена масла тоже там в районе 20-25 ну вот еще дилер тоже рекомендует ну и в принципе видно по лакокрасочному да что есть какие-то уже такие затертости то есть вроде как рекомендует делать покрытие керамику там ну вот еще типа 20-25 тысяч то есть я так в уме держу типа при хорошем раскладе нужно будет там 60 одним махом отдать сделать тормоза масло там по кузову вот это из того что есть в планах еще кстати сейчас вспомнил такой момент по поводу скажем так проходимости автомобиля помимо вот этих вот снежных всех вещей да то есть все эти блокировочные системы отрабатывают шикарно прям вообще хорошо он себя чувствует есть еще момент по поводу ухабов и каких-то загородных таких проселочных дорог с серьезными перекатами перевалами я все время переживал ну длинная колесная база то есть он по длине октавии я смотрел там на 20 сантиметров но все равно кажется сарай большой и багажник тоже такой достаточно длинный то есть вот такие вот какие-то вещи но он скажем так без касаний аккуратно если ехать прям проходит хорошо и были некоторые места ну вот к сожалению сейчас нельзя там да сбегать 200 километров отсюда подснять вот как мы там приезжали к одному из озер в Ленинградской области но мне вот друзья говорят да ты там не проедешь вообще я говорю не ну дайте хоть попробовать и все нормально проезжает то есть тоже подвеска как-то так отрабатывает если опять же не плюхаться в каждую яму там на скорости 25-30 километров в час аккуратненько проезжать вообще то есть в плане клиренса всего остального прям хватает неожиданно хватает и визуально так иногда смотришь думаешь господи как вообще сюда можно поехать на чем угодно нормально едет не понимаю почему но мне кажется что супер даже проходим чем октавио да 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 вот вот как раз к этому я и хотел подвести то есть на своей семерке я пузиком то ширкал почаще хотя на а7 я имею ввиду а на суперби езжу в принципе все в те же самые места да в те же самые озера по тем же самым дорогам но при этом проезжая комфортно ничего нигде не это не царапая ничего такого ну вот вот такой вот получается у меня опыт конечно доволен по салону все отлично в плане вот нашей поездки которая была в Дагестан ездили в пятером на одной машине хотите хотите видео про поездку в Дагестан Дима вот расскажет у него есть куча материала подснятого можно будет все это подставлять и больше тем очень актуальны если хотите пишите в комментариях мы обязательно снимем да 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 поездочка получилась такая достаточно любопытная интересная мне кажется было бы полезно тем более что сейчас с учетом всех нововведенных событий поездки и какие-то путешествия по России становятся вполне себе актуальны вот и мы после поездки остались супер-супер довольны поэтому я думаю что можно можно будет об этом поговорить а по поводу салона еще закончу мысль собственно в пятером четверо взрослых ребенок сзади посерединке шесть с половиной тысяч километров двенадцать ну две недели считай в пути и даже люди когда мы останавливались там где-то на заправке из порши макан вылезают и такие что-то корячатся вот не знаю у нас такого не было мы совершенно комфортно и как-то вот и не затекали и все вообще здорово и чудесно в пятером в одной машине ну понятно один из пятерых ребенок чудно прокатились а вот это последствия постоянной езды в туфлях каблучком я уже протер практически насквозь вот что доказывает вместе с той вешалкой что у Димы есть костюм салон-то выглядит вообще прекрасно Дима говорит один раз химчистил его уже но один раз за 40 тысяч формат практически подкаста получился да как и всегда со мной по-другому мне кажется не выходит пишите пишите хотите ли про Дагестан интересно ли ну а с вами был Евгений Соловьев Дима до новых встреч пока пока до новых встреч